Здравствуйте! На библейский портал Икзегет поступил вопрос, что такое духовные законы? Закон для нас, прежде всего, законы плоти, законы природы известны, то есть законы физические, законы биологические, для нас известны законы юридические, то есть которые общество как-то модерирует. И вот духовные законы, давайте быстренько пробежимся про них. Законы физики, их в принципе не обойти за исключением чудес. Господь совершает чудеса, которые законы физики нарушают. Ну, точно так же чудо может и не нарушать эти богом сданные законы, а наоборот приводить к какому-то результату благодаря чудесному совпадению всех факторов этих физических законов. И в принципе, если ты отрицаешь законы физики, то это может, если ты их не учитываешь, то ты потерпишь неудачу. Если ты отрицаешь сопротивление воздуха, то даже вроде рассчитав математически без сопротивления воздуха модель запуска спутника в космос, ты его ни в коем случае не сможешь удачно на орбиту вывести. Точно так же и законы биологии, что тоже когда организм может выжить, когда медицински ему что-то будет полезно, что-то будет вредно, ты можешь это не учитывать. Ты можешь всегда питаться только вредной пищей, пить вредные напитки и в принципе долго-долго жить, а потом раз, сахарный диабет или тромб в сердце, и все, жизнь закончилась раньше, чем в принципе ты бы мог по милосердию Божию прожить. Тоже эти законы надо учитывать. Точно так же и законы социальные, законы юридические, законы, которые общество фигурирует, что да, ты должен их соблюдать, иначе ты отправишься в тюрьму, или заплатишь какой-то штраф, или даже исторически можешь быть приведен к смерти, смертную казнь принять, потому что тоже ты эти законы нарушил. Что объединяет нарушение всех этих видов закон? Что человек их нарушает, либо не раздумывая, либо потому что видит за этим какую-то пользу для себя. Начнем с конца. То есть раз нарушил юридический закон, что-то украл. Украл, получил для себя больше имущества, больше каких-то возможностей, но раз это вскрылось, и раз имущество конфисковали, а тебя в тюрьму посадили. Или раз тоже так, ну конечно, вредная эта пища, и вообще образ жизни такой плохой, когда там не высыпаешь, и за компьютером сидишь там ночами, и так далее. Ну ладно, пока организм терпит-терпит, а потом терпит-терпит, и на фоне какой-нибудь инфекции, на фоне какой-то вирусной атаки твой, ослабленный организм будет сражен. А у соседа, который нормально за собой следил, у него как раз организм выдержит, и сможет противостоять какой-то инвазивной инфекции, каком-то вирусной атаке. И точно так же с законами физики ты можешь отрицать то, что вот, ну как-то охота, охота, да, там, перепрыгнуть с крыши на крышу, а дома в 20 метров друг от друга. Ну, не перепрыгнешь, конечно, ты чуть-чуть полетишь, ты можешь полететь как птица и лететь долго. Если ты заберешь ее на останки скутили башню, то, в принципе, очень долго ты как птица полетишь, относительно того, что если ты выпрыгнешь просто с пятого этажа. Но в любом случае, законы физики неумолимы, сила тяготения тебя притянет к нашей прекрасной планете Земля, и ты уже встретишься со своей смертью. То же самое с духовными законами. Духовные законы, они, от них никуда не деваться. Они действуют, они есть. Ты их можешь не учитывать. И это рано или поздно проявится. Это проявится, причем с большей неотвратимостью. Потому что тоже там человек взял, нарушил законы биологии, медицины, что-то вредное сделал, но раз все равно медицина вмешалась, какие-нибудь качественные препараты, капельницы, система восстановления восстановилась. Раз тоже закон физики решил нарушить, но тебя кто-то взял там, ухватил, ты даже вроде свалился с высокого здания, ну, а по дороге уцепился за какую-то бельевую веревку. Тоже, может, какие-то травмы получил, и инвалидность даже получил, но все равно как-то выжил. Может как-то. А человек, который украл, он вообще может, ну, не попасться. Всю жизнь воровать, там, взятки давать, и вроде даже умер. А вот духовные законы, их не обойти никак. Эти духовные законы, это законы для души. Тело закончит свое существование, а душа, она будет существовать дальше. Вот евангелист Иоанн, недаром он прозван богослов, он говорит, он не о приземленных, а куда больше о таких возвышенных вещах, которые нам сложно воспринять и понять, но обязательно это делать все равно нужно. Вот третья глава, и там евангелист пишет нам всем, рожденное от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух. Это, конечно, контекст беседы о рождении свыше, где Господь говорит, нам нужно родиться не только физически для земной жизни, но и нам нужно родиться духовно, через благодать Святого Крещения, для того, чтобы жить духовной жизнью и наследовать своей душой Царствие Небесное, чтобы когда уже на страшном суде мы тело снова воспримем, чтобы уже вместе со своей бессмертной душой оказаться в месте, где душе будет хорошо. Для этого, конечно, нужно учитывать духовные законы, не обязательно их соблюдать. Апостол Павел говорит, христианину ему позволительно абсолютно все. Ты можешь соблюдать, не соблюдать законы, все можно, но с маленькой поправкой, не все полезно, не все полезно, потому что ты можешь даже не ради пользы тела, а вот порой какой-то духовный закон, ради, как тебе кажется, даже пользы души. Ой, мне вот будет приятно, не тело, а вот просто мне будет в душе приятно, если я, например, там, погоржусь, если я буду там похвалу какую-то принимать, если все будут как-то передо мной заискивать. Это ж мне для тела никакого пользы нету, это ж просто вот вроде для души. Нет, но это то, что душу отравляет, душе вредит. И духовные законы это не отменить. Слава тебе, Господи, что Господь чудесным образом, как Он может обойти законы физики и биологии, как Он может воскресить умершего, исцелить, открыть отчисли порожненному, паралитика поднять садра, расслабленного, все это может делать. Точно так же Он может исцелить нашу душу. И Духом Святым в таинстве покаяния мы от грехов, от нарушения духовных законов, получив ущерб для своей души, можем силы своей души восстановить. И более того, мы можем, соединившись с телой крови Христовой, и не только крепость своего тела, но и крепость души получить. Но все равно духовные законы это как раз то, что нам Господь в Евангелии говорит. Это не какой-то набор жестких правил. Потому что фарисеи, которые говорили, ой, ученики не моют руки перед едой, ой, они там колось, ой, там субботний день нарушаются. Вот они думали, что духовные законы это инструкция. Евангелие это не инструкция, это некоторое направление, это Слово Божие, это живое общение с Ним. Господь говорит, Дух, Он дышит где хочет. И духовные законы, они куда шире, но тем не менее, куда более строгие по сравнению со всеми другими земными законами. И эти духовные законы, они подводят, и если ты их соблюдаешь, если ты живешь по Евангелию, то ты сможешь продолжить свою жизнь в том месте, где уже духовные законы будут действовать. А все вот эти законы, юридические, биологические, физические, уже останутся позади. Будет новое небо и новая земля на небесах. Поэтому читаем Евангелие, пытаемся не только понять, но и почувствовать, исполнить каждый духовный закон Божий. Помнить, что не гнаться за каким-то исполнением правил, но гнаться, чтобы дух Евангелия, наше сердце наполнил. И мы в этих духовных законах жили, не колотясь о стенки. Как вот человек может ехать по шоссе, и с одной стороны отбойник с другой, и он будет просто вот вроде не выйдет никуда, об одну стенку столкнулся, а другой об одну. Нет, а все-таки вот так идти, чтобы не край духовного закона походить, а просто, чтобы как нас река, река несла в Царстве Небесном. И тогда, когда все-таки уже земные законы перестанут действовать, в тот момент, когда душа и тело наше разлучатся, то есть в момент физической смерти, духовные законы будут для нас родным домом, и мы в этом родном доме окажемся вместе с Царем Небом и Земли. Продолжение следует...